Самая важная новость в Московской области завершилась частичная мобилизация. Об этом вчера объявил наш губернатор Андреич Воробьев. Повестки сегодня уже не выдаются, а старые прекратили свои действия, по ним уже являться военкомат не нужно. На совещании главы Одинцовского округа Андрея Иванова подвели итоги частичной мобилизации и обсудили вопросы, касающиеся единовременных выплат военнослужащим и их взаимодействия с кредитными организациями. Деньги поступают автоматически на указанный счет после того, как военнослужащий подписал контракт и встал на воинский учет и довольствие. Приходит информация в военкомат, и военкомат уже в Минсоцразвитие дает данные, и сразу в день-два происходит выплата. Но тем не менее, все равно определенный временной лаг до поступления в воинскую часть, распределения, вернее, в воинскую часть, он существует. Банковскую карту для выплаты можно получить в воинской части и там же оформить доверенность на родственников. Доверенность, подписанная командиром воинской части и синей печати, она приравнивается к материальной доверенности, и тоже ее могут родственники использовать для открытия счетов. В рамках федерального закона от 7 октября мобилизованный гражданин освобождается от начисления пений в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг. Также военнослужащие, его супруга или совершеннолетние дети до 23 лет имеют право получить кредитные каникулы на весь срок службы по призыву. После возвращения СВО, когда заканчиваются кредитные каникулы, участник СВО, мобилизованный гражданин, он продолжает выплачивать проценты по кредиту, но, как я уже сказал, без пений, без штрафов. И в тот период, пока он исполняет долг, никакие начисления не происходят, они просто переносятся на более поздний период. На совещании подняли вопрос о недавно открывшегося в Одинцове Центр помощи семьям мобилизованных. На постоянной основе в Центре находятся 7 профильных специалистов – юрист, психолог, представители управления образования, социальной защиты и центра занятости. Также организовано дежурство депутатов фракции «Единая Россия», также дежурят волонтеры и, конечно, присутствуют наши сотрудники, которые организовывают встречу жителей, те, кто приходит, и организовывают, соответственно, работу наших специалистов. С 21 февраля текущего года в округе открыт пункт по сбору гуманитарной помощи беженцам из Донецка и Луганской народных республик. С началом частичной мобилизации здесь собирают все необходимое и для военнослужащих. Андрей Иванов и профильные заместители в формате прямого включения пообщались с руководителем пункта Екатериной Скориковой. За период с февраля по сегодняшний день мы собрали и отправили силами жителей, депутатов, администрации, представителей бизнесов более 120 тонн помощи. Также мы обеспечивали продуктовыми наборами беженцев, которые к нам приходили на территории округа, порядка 2,5 тысяч жителей. Также волонтеры посещали пункты временного размещения беженцев, которые находятся на территории Московской области. Привлекали врачей, психолог, устраивали досуг детей. Глава муниципалитета выразил слова благодарности неравнодушным активистам. Всем огромные слова благодарности. Ну и, конечно, ребятам, которые стоят там скромно на заднем плане и каждый день безвозмездно трудятся, зная, как это непросто, и тяжелые коробки, и с тушенкой, и с другими продуктами питания. Как можем, мы вам тоже готовы оказывать помощь. И, в общем, все благодарим за эту важную работу. Полина Толмачева, Фейрид Харидинов, телекомпания «Одинцова». Потому что компания «Одинцова»